приветики всем влад виктория верочка приветики всем начинаем нашу встречу ответы на вопросы и хочу еще начать с того что недавно несколько дней назад был год как вера и влад работают вместе поздравляем их с этим все ребята тоже проходили у нас эту чистку они тоже передавали свои поздравления приветы вот и мы с викой будем задавать вопросики которые подготовили у нас и подписчики и ребята которые проходили чистку ну и влад с верочка будут отвечать приветствуем всех всем привет попробуем ответить на вопросы мы еще не видели посмотрим что там будет давайте начнем века ты начнешь или я я начинаю да есть много вопросов по поводу высшего я не все понимаете что это такое до конца я буду читать вопросы а вы уже будете направлять и давать ту информацию чтобы более разъяснить давай перед тем как ты начнешь читать я объясню что такое высшее я высшее я это именно та субстанция которая называется божественная вот эта субстанция отпускает например на землю на другие планеты свою частичку вот эта частичка это являются ты я ольга вера и все остальные это именно вот эта божественная часть вот она была создана творцом и вот она находится там где-то наверху на каком-то определенном уровне вот и функция высшего я это собирать опыт воплощение в зависимости от того как душа развивается на земле делает она хорошие поступки помогает или наоборот деструктивные действия уровень высшего я поднимается или опускается ну вот есть как раз такой вопрос какие есть уровни высшего я и как переходит высшее я с одного уровня на другой ну это уже часть ответа здесь но это надо выше я спросить я думаю потому что как она переходит когда она считает нужным или когда ему разрешает переходить на этот уровень только так иначе быть не может здесь это получается от осознания то есть душа которая на земле развиваясь и ну и живя так скажем осознанно она автоматически дает своему высшему я открывает дорогу для поднятия наверх есть еще такой вопрос когда душа покидает биоробот она поднимается наверх вот эта частичка она возвращается к высшему я или идет сразу же на перевоплощение как вот этот процесс может вы лучше знаете но частичка всегда соединяется со своим высшим я но не сразу если частичка это уходит после своей жизни в низкие мира то соответственно идет какое-то время для то чтобы она соединилась со своим высшим я то есть там идет определенный период времени это не так быстро как человек который сразу воссоединяющийся со своим высшим я и поднимающийся на уровень своего высшего я потому что уровень высшего я он в принципе уже определен и что человеком случится за сутки до его перехода тогда уже решено какие мира куда что и как мы можем только спекулировать на этой теме если кому-то интересного можно спросить выше я какой-нибудь если она нам захочет об этом рассказать но я не знаю насколько интересен это принципе вопрос повлиять на него мы не можем на ход этих действий вот высшее я может посылать две частички три частички зависимости от своей осознанности на разные планеты одна на душ например находится на земле а вторая находится на марсе примеру или какой-нибудь другом на другой планете проводя какие-то свои там измерения получая свой опыт вот а потом они соединяются по очереди когда там жизнь закончится когда здесь же не закончится и начинается это бесконечный процесс еще такой момент вот когда человек прожил жизнь на земле дело очень много плохих поступков и его душа ушла вниз темный и переродилась там темных не будем называть их чтобы называть что это высшего я как оно себя или это для него тоже опыт все опыт все опыт дело в том что есть именно здесь надо понимать какая программа у человека и может он пришел получать темную программу понимаешь а есть люди которые имеют светлую программу но в процессе жизни становятся темными если такая так называемый сбой программы идет в этом отношении есть такая граница 51 процент набранной темной энергии большинстве своем чистота набор негативной энергии лежит у средних людей от во всяком случае от наших клиентов между 17 и 31 процент или даже 37 по моему был какой-то военный я не помню вот это уже в принципе пограничное такое состояние то есть там что-то должно быть но на темную энергию фактор влияет очень многие вещи можно в принципе допускать самоунижение то есть тебя кто-то унижает а ты не сопротивляешься этому это является набор темной энергии например это не обязательно делать кому-то что-то плохое просто терпеть например слишком многое тоже нельзя и если ты это терпишь ты унижаешь тем самым свою душу свое развитие ты должен поставить свои четкие границы знать кто ты это и называется мы опять приходим к слову осознанность вот это и есть осознанность когда ты знаешь кто ты и ты говоришь четко нет досюда и не дальше мы творцы своей реальности дело в том что мы думаем что мы делаем что мы говорим она все воплощается чем больше мы вкладываем энергии в наши слова тем быстрее она и получается это касается и светлых и темных дел передаю тебе эстафету такой вопрос ну наверное больше вере он адресован от алены в каком виде в одежде находятся тонкие копии клиентов в комнате диагностики в той одежде что была на присланной фотографии или у людей есть определенный внешний вид в тонком плане и его видят всегда одинаково как ты видишь люди и видят абсолютно по-разному тонкий план астрал вечный путь который мы поднимаемся и соответственно тонкие копии тоже все видят по-разному я видела совсем по-другому год назад и за этот год мне открывается больше и не только видеть там чувствуешь там и понимаешь что это тот человек которого ты поднимаешь то есть нахожу я их в одежде да в одежде мне очень важно лицо на фотографии то есть да нахожу я именно так человека но когда мы поднимаем его в комнату диагностики то есть сперва выходит тонкая копия мы поднимаем в комнату диагностики и там уже совсем по-другому там нет одежды там есть энергии то есть энергия тонких тел находится ты их по цветам как-то видишь смотрите можно смотреть со стороны можно мануально рассматривать каждое тело мы делаем это это у нас работает сканера отдельно отдельно я просматриваю каждое тело то есть тонкая каждое тонкое тело потому что ну оттуда можно понять какие-то энергии оттуда можно понять сколько процентов этих энергий и где они собрались в какой части тела то есть по цветам да и по цветам и чувства идут иногда запахи идут то есть и чем значит дальше мы идем по чистке чем больше мы чистим их тем лучше видно как меняется тонкое тело как оно как сказать очищается показывает себя или наоборот не показывает то есть от него идет уже отходит как-то характер до закрывается он или наоборот он рад иногда плачет тонкое тело иногда ну как ставит как защиту не хочет чтобы к нему залезали в душу до грубо говоря но тем не менее он уже в нашей комнате диагностики вот это мы и называем любопытством то есть да он создал согласия но видно что человек не не было намерения какого-то особенного специально у него было любопытство это все видно в комнате диагностики это все вот чувствуется во время чистки но возвращаясь к вопросу до забираем мы их именно до в одежде и лицом не нужно видеть глаза чтобы понимать что это тот человек я не могу это объяснить для меня это важно а в комнате диагностики это уже энергии характер а вот можно дополнить от себя дополнить а вот крылья как как видно эти крылья они светятся или как силуэт что это по-разному опять же зависит от осознанности души кто-то вообще не показывает крылья у нас был клиент вот он не хочет чтоб их видели он знает это но он не хочет он не показывает кто-то вот открывается эти крылья начинают очень высоко ну то есть они как открываются порхать да кто-то ну просто ими шевелит и они внизу все по-разному крылья видно по-разному кого-то они черным цветом то есть кто-то просто заказывает чистку ему не нужно ну как он не нет намерения знать какая его душа он просто хочет чистку то есть все идет постепенно еще немножко упустила такой момент вика тебя не слышно а да слышно упустила такой момент так как мы общаемся на уровне душ мы будем с викой на ты к вам обращаться хорошо на уровне мы всегда обращаемся друг другу на ты для легкости общения но с высшим я мы говорим только на вы и к высшему я мы поднимаемся или же мы приглашаем его ну тогда это должно должен быть какой-то ну то есть мы мы строим по-другому комнату диагностики в нашем случае мы всегда поднимаемся на уровне вышивая нет никаких там возрастных ограничений и нет никакого возраста вы это потому что вам 60 лет или вы потому что вам сегодня 17 лет мы не привязываем здесь нет норматива здесь не надо 100 метров бегать и роботу мы не привязываем здесь опыт как раз нужен опыт жизненный жизненный опыт именно необходим для того чтобы этим работать твердое намерение которое в основном и собирается то в таком возрасте 50 лет 40 50 годам потому что человеку нужно пройти определенный путь чтобы нас собрать этот опыт чтобы понять где он находится кем он является куда он идет задавай вопрос следующий у меня очень интересный вопрос это игорь написал влад сталкивался или межзвездный союз и 176 цивилизации куда входят разные цивилизации в том числе и рептилоиды или вы слышали где-то такое ну игорь попросил задать этот вопрос но наши обязанности входит не информационное обеспечение людей или опровержение или подтверждение каких-то гипотез нас не приглашали в те структуры мы знаем есть много структур некоторых многие из вас даже работали из наших клиентов в этих структурах которые сейчас опыт проходит на это на земле насчет того что но я не знаю честно говоря я не хочу об этой теме говорить потому что она реле не релевантно сейчас для человечества есть безусловно что то есть высшие структуры мы встречаемся с их представителями они приходят и к нам в комнату диагностики мы работаем вместе по некоторым вопросам но честно говоря у нас нет информации по этих союзах вернее мы ее не искали это не входит в план нашей работы мы помогаем людям на физическом плане конкретно мы те кто оперирует скажем так а не те кто объясняет как оперировать лишь или что можно делать в этом и разница поэтому если это кому-то важно да есть очень много различных союзов и каждая своя функция вот но я бы задумался в первую очередь дня этих союзах а чистоте своего собственного биополь это намного важнее потому что эти интерференты входя в вас показывает вам вашу слабость практически ваша неосознанность то что ваши слабые места и с ними надо бороться есть вопрос по поводу интерферентов по поводу дракон что есть какие хорошие ну как бы просто сказать есть хорошие а есть плохие интеллектуал интеллектуал да мы четыре вида дракона встречали это немножко тоже очень много было вопросов какие они есть откуда но мы хотя бы общих в общих чертах есть очень много различных раз драконом я буду говорить только о тем скот о тех с которыми мы встречались непосредственно это синий дракон красный дракон это белые драконы это одни они очень опасны для человека у них очень сильная такая энергетика и есть еще солнечные драконы по четырьмя видами дракона мы встречались есть еще драки драки простота алена спрашивала если отличие красных от синих и красные вот на какую частоту они приходят и синие на какую частоту то есть как в себя никакой разницы не играет и красные синие приходят на одну и ту же на самом деле мы не проводили такую статистику как и люди наверное с разным характером также и драконы с разным характером осознанностью мы встречали действительно очень приятных драконов с которыми очень было интересно общаться один такой влез меня в свое время я по-моему рассказывал уже в очках с книжечкой стоял там ему очень интересно было чем я занимаюсь его конечная цель была что когда мы в арку поднимались что мы его так сказать с собой бы так туда взяли чтобы он посмотрел как там выглядит я ему сказал а ты не подумал что ты сгоришь на подлёте к этому месту об этом я варит не подумал но таки есть да но есть и очень агрессивные если если агрессивные драконы мы встречались даже с теми которыми готовы были убивать то есть один там действительно получил то что он другим желал вот если такие отмороженные есть хулиганы есть нормальные все как у людей но сам факт что они в нас могут приходить к нам наше биополе а мы не можем даже себе представить как это происходит уже просто показывает уровень нашего развития и уровень их него их развития вера я смотрю тебя классная худи она будет немножко изменена позже да такие вот ходе мы будем делать будущем желающие на такие худи у нас еще сзади там крылышки она покажи она типа тепленькая да на флисе такая обязательно сейчас мир покажи будете потом презентовать до сзади пока немножко будет изменена поменьше печать сейчас я крылышки вам постараюсь показать я сам не видел но это экспериментально она немножко забарковали мы с владом вот видно если крылышки видно видно я бы крылышки повыше подбила вопрос потому что комментарии вернее потому что как я уже сказать экспериментальная пока одна она на большой размер естественно мужской но я в ней мне приятно в ней хорошо поехали так следующий вопрос могут ли интерференты тормозить уход души из тела старого больного человека из страха потерять донора то есть могут ли тело поддерживать интерференты не могут могут есть есть только к не только тело человека есть если есть рядом друг у другой донор то есть они могут через тело старого человека подсасывать энергию других вот тогда и да могут но продлевать они не могут никому ничего это раз и до продлевать они не могут и они видя когда у человека заканчивается сила не сами уходят если это не касается конечно контракта с демоном ну да и еще раз говорю если есть и уходят другое место если есть рядом какой-то источник например ангельская душа с которой они вампирят энергии не уходят то что энергии не остается у старого человека это раз то есть они не поддерживают никак они берут сколько могут взять и когда заканчивается они или уходят или забирают с собой душу в случае демона если человек заключил с ним контракт у меня есть несколько вопросов по поводу земных душ почему они земные или они здесь были созданы на земле и каким образом они земные и как визуально вас отличается если вы видите в астрале если отличие то земная душа визуально тоже там или космическая или ангельская но кроме крыльев конечно есть энергии совершенно разные иногда на середине сеанса уже понимаешь кто она просто приходит информация это слово на повторяется повторяется например если это какая-то созвездие или планета или что-то это слово не останавливается и когда начинается заполнение энергии но уже понятно что это она и есть ну видно конечно земная душа но она была рождена на земле вы не забывайте что земля и такая же планета это тот же космос точно такая космическая душа только рожденная матрица земли здесь произведены есть такие есть ангельские мира есть планеты там рождается есть гибридные души я к таким отношусь земные души тоже проходит свой опыт на других планетах и на земле абсолютно матрица матрица земли она создает душу правильно нет матрица 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 сама ничего не создают матрица это вот эта вот сфера которая в которой находится внутри земля то есть это как сетка может я так себе представить вера и видит каждый день когда она летает вера пиши как матрица выглядит я и по-другому вижу как она у нас будет вопрос потом такой есть купол это две разные матрица есть потом тогда да то есть у каждой у каждой плане у каждой души рожденной на каждой планете есть свои какие-то определенные качества пледянцев есть своя энергия у арктурианцев есть своя энергия у марса есть своя энергия и так далее и так далее и так далее умение пользоваться этими энергиями нет планеты нет такой планеты чтобы кто-то сказал я оттуда у меня значит чего-то больше нет нет так если ты находишься здесь на земле сейчас в этой командировки а так назову нашу жизнь потому что действительно командировка мы выполняем свои задания уходим в свои мира откуда мы пришли или не совсем свои мира зависимости от того как мы жили но здесь мы по своему собственному согласию чтобы получать какой-то опыт который возможен только на земле на земле жизнь является одной из самых коротких вообще во вселенной на некоторых планетах жизнь длится десятки тысяч лет вообще бесконечно человек душа там сама решает когда я переходить другое место перерождаться или нет у нас не биоробот создан на определенное какое-то время то есть и там он для определенных целей чтобы мы могли собрать именно этот весь наш жизненный опыт опять-таки все эти чувства все эти эмоции все эти вибрации и так далее и так далее и так далее для того чтобы взять их собой это единственное что мы собой забираем этот процесс бесконечно он никогда не останавливается прокопал от влада такой вопрос был есть версия что земля плоская и так далее мы тут не будем земля куполом есть версия что земля именно та земля что мы знаем на самом деле плоская дальше есть еще версия что нашей территории не заканчивается земля именно то что мы знаем накрыта куполом не непреодолимым куполом примерно на высоте 400 километров он непреодолим пока для нас с нашими технологиями первым и мы-то вылетаем смотрите и вылетают только то что я вижу еще я хочу обратить внимание на то что мы нигде не интересовались и специальные вопросы не задавали никому на эту тему я могу просто рассказать что я вижу поднимаясь в астрал да то есть астрал упора мы работаем он за куполом поднимаясь наверх слада мы поднимаемся у нас есть свой летательный аппарат на котором мы поднимаемся мы не строим никакие каналы специально чтобы видеть вокруг все то есть опять же еще раз хочу уточнить что это не было с самого начала до когда мы начинали все пришло постепенно все давалось по мере наверно того как и мы росли и занимались этим развивали и визуализировали то есть на сегодняшний день то что я вижу когда мы поднимаемся то есть но сперва это земля как ты видишь самолету да потом матрица для меня она похоже на как грубо говоря энергии с зеленым цветом таким которым и пролетну как сетка да грубо говоря немножко она как в 3d идет пролетаем когда мы и и дальше поднимаясь мне личный путь там кое-что мы еще пролетаем и значит мы останавливаемся млечном пути потом выше уже поднимаемся в астрал и вот поднимаясь в астрал мы пролетаем как раз этот купол там любимая собака охранник то есть купол у нас как сказать он не целый он раз скрытый есть определенные стражи которые стоят с двух сторон и смотрят кто залетает раз вылетает то есть первый раз когда я это увидела мы подлетели просто смотрели на них и они как дали нам такое молчаливое согласие и вот тогда мы вылетели за купол и ну так как мы поднимаемся в пространство абсолюта не в астрал а у нас есть команда в пространство абсолюта где мы работаем вот у нас есть несколько мест для работы да и как я поняла это зависит от клиента то есть насколько клиент от сложности от сложности правильно сколько сложно интерференты там сидят выше нам или нужно но определенное место езди безопасно нам работать то есть у нас разные есть места для работы вот за куполом там конечно очень интересно и если смотреть на землю и лететь за купол что мы пытались один раз оттуда идет холод то есть скорее всего это купол и планета дальше идет то есть огромная планета где вот земля это какая-то часть но вот со стороны это видится так холод идиот намерения мы не ставили поэтому мы развернулись полетели дальше работать но наверное можно посмотреть дальше расширить но пока нам хватает спасибо да интересно я могу задать вопросом совсем немножечко совсем по другому от екатерины она попросила узнать купленные вещи сувениры какие-то четки еще дареные купленные как можно проверять потому что по ее опыту и она купила четки и там был что-то или джин или еще какой-то интерферент как можно проверить чтобы там не было или или негатива или какого-то интерферента я я думаю как я бы в такой ситуации поступил сердцу надо прислушаться в таких вещах обязательно она всегда как предупреждает тебя что какая-то опасность есть или брать или не брать если ты игнорируешь или не знаешь это чувство этого голоса то тебе здесь никто не поможет вот второй вариант это просто рукой поводить и попробовать какая энергетика идет от него теплая или холодная это тебе подходит да можно в принципе да ну а так при я не знаю таких механизмов это община параноидальным можно стать если хоть проверять каждую вещь про руны нам было сказано что можно в солик складывать и чистить руны ну да это только в отношении руна если ты покупаешь какую-то вазу которую ты понятия не имеешь на не все джинны живут сосудах и вот у нас был когда мы чистили 1 в германии немца и у него был джин которую его допекал тем что он постоянно волновался что он потеряет все свои деньги джинны выгнал зарабатывать эти деньги и эту энергию потрачены на эти все действия его джинн потом получал какие-то золотые монеты из этой энергии вот подарили ему какие-то часы или какую-то коробочку пять или шесть лет назад и вот он жил в этой коробочке как ты его увидишь и я просто к этому еще добавила что найденные вещи я не советую брать чтоб там не было или вещь которые отдают не то что дарят отдают особенно старые зеркала если на улице стоят или вот такие или деньги лежат или что угодно но не в себе действительно могут хранить эту негативную энергетику и если в человеке нет своего защитного слоя то она моментально все безусловно пробивает он там стоим когда нас там ведьмы проклинает в клетке и так далее она на нас не действует вот на другого но безусловно может подействовать то есть ты всегда прислушиваться к своему внутреннему чувство обычно в животе сжимает если это неприятные вещи у нас же есть аура наша и вот она чувствует эти все предметы еще до того как мы их в руки возьмем вот это и называется раскачанная энергетика вопрос от плеядеанцев слетал ли влад на плеяды если да то можно ли рассказать об этом путешествии не долетели не долетели мы еще потому что очень много работы еще здесь потом наш контакт а мир был в другой галактике вот и сказал в любое время когда захотим и туда полетим но это не является настоящий момент у нас главным нас школа стоит мы стоим перед открытием школы который мы хотим в в к началу лета уже открытие нам здесь еще очень много работы и работы с клиентами безусловно хватает и плеяда это моя родная планета безусловно когда не туда полечу вот но например вере там тяжело находиться поэтому надо будет еще придумать средства да это энергетика на давище это правда и если вы обратили внимание по цифрам даже они разные например с ангельскими душами я поднимался сам на корабль плеядеанцев и там где-то минут 15-20 ты можешь выдержать и минут в нашем теле без защиты несколько раз мы мы были пару раз на корабле мы прямо из на в нашем корабле в корабль влетели в корабле оставались потому что выравнивается какое-то там давление у них очень высокое давление там на земле вот если полететь на плеяды то наши души может там расплющить скажем так наши тонкие тела хотя на солнце мы были но это зависимости от всего от ночи многих факторов пока не стоит эта цель у нас нам обязательно полетим это точно и потом ребята даже не так вот мы там взяли захотели и полетели мы уже говорили об этом мы просто сдаем намерение делаем план смотрим клиентов до всех в очередь ставим в определенную очередь работы и это намерение которое идет наверх это вопросы которые нужно задать правильные прожить на любой планете да то есть согласовать это все конечно подготовка не просто так давайте захотели сегодня туда полетим завтра туда мы еще полетаем но пока на настоящий момент есть другие вещи которые намного важнее например наша миссия тем чем мы занимаемся мы открываем людям двери убирая им с них интерференты показываем правильный путь для их дальнейшего развития это намного интереснее и важнее чем какой-то банальный полет на другую планету у нас принципе у меня веры есть возможность полететь но мы пока не горели никаким желанием таким потому что мы это откладываем постоянно когда-нибудь сделать нас просто много ребят которые прошли чистку и они знают откуда они поэтому им очень интересно про эти планеты узнать и с плеядами у плеядеянца очень легко устанавливается связь он выстраивает изнутри канал намерение напрямую на плеяды защищенный снаружи и внутри и те кто более-менее раскачаны те почувствуют что связь установлена они могут задавать вопросы могут даже что-то увидеть так и я начинал кстати анжела у нас уже летает до уже смотрит рассказывает да анжела уже там делится пусть только защищенные летают потому что непонятно еще что там смотрит мы встречали у нас клиенты были которые рассказываешь они уже на всех планетах побывали оказывается это им дракон картинки транслировал и они думали что они там были он показывал то что он видел своими глазами вот это и разница а человек думает что он летает вроде бы говорила что ее проверяли я надеюсь то нет если чистый человек без проблем конечно но тот кто выходит в астрал то должен понимать и опасность астрала поэтому мы не устаем об этом повторять есть каналы которые наоборот всех тянут в астрал не защищен а мы говорим не стоит этого делать без защиты иначе вас сожрут подключиться к вам что принципе уже сотни раз было подтверждено это своя наука понимаешь я к ней надо подготовиться ты что же не за не выходишь раздетый зимой на улицу или там наоборот то есть этому надо как-то подготовиться это серьезный процесс они просто захотел полетел у нас подготовка с верой к сеансу который вы еще никто не видел она длится порядка около 30 минут перед сеансом около 20 минут у нас проходит подъем и своя чистка то есть это около часа мы в дороге то того как мы начали вообще работать все имеет свой смысл то есть но еще часов минимум десять до этого у нас же готовый план и работы рабочий день у нас около четыре часа мы работаем пять часов без остановки кстати да сейчас как бы вики очередь задавать вопрос но так как уже такая тема пошла там просто задала так что давай-то и давай да на роли потому что у меня уже слышу там да ну сможешь сходить я пока задам вопросы посмотришь это малыш там если надо тебе пойдите такой вопрос был по поводу от натальи после чистки ну то есть не после чистки после вашей работы после этих сеансов если какие-то осложнения помимо того что у вас время не совпадает и влад там пол ночи не спит то что понятно там вера вес теряет какие-то еще сложности есть там может на физическом уровне может по здоровью как-то сказывается это ну в отрицательную сторону сказывается это как-то или может лишь или в положительную какие лишь только мы столько энергии такой высокой энергии через себя пропускаем что в принципе можно сказать что здоровее чем сейчас мы вряд ли себя чувствовали потому что это энергия проходит через нас она и нас лечит одновременно у нас я не знаю мир мне кажется ну вера выходит в транс ей наверное тяжелее хотя в принципе тоже рядом с ней нахожусь но она более концентрирована в этом ей тяжело длится время чтобы выйти из этого состояния да я потом еще полдня в трансе в легком нахожусь концентрации небольшие но смотря чем ты занимаешься опять же если это например профессия как моя требующая концентрации документальный так какие-то работы с документами я уже не могу этим заниматься а если это обычная жизни ты то есть семья там что-то каждодневное то все нормально чуть-чуть в трансе но умножение в голове десятизначных цифр будет тяжело все остальное правильно наверное не знаю заметить еще твое твое видение которое открывается да потому что влад видит больше я не хочу например это видите даже концентрироваться то есть вы начинаете видеть больше замечать больше нужно вам это или нет решайте сами уже в реальной жизни да вот здесь в реальной жизни вот здесь а если там сразу за руль сесть нормально 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 но концентрации не ну тебе надо умножать цифры десятизначные в голове ребят вы же не будете погружаться на четыре часа как мы это делаем или каждый день да и мы каждый день не погружаемся потому что это ну во первых это если еще раз говорю если эта работа гипнолог слипер то у вас во первых микрофон да и вы слышите этот голос четыре часа то есть вам вашей голове просто нужен отдых от этого понимаете потому что иначе ну вас начнет это раздражать в какой-то момент поэтому отдых всегда нужен баланс нужен скучать по этой профессии у нас было несколько несколько раз когда нас отправляли просто приходил куратора говорит сегодня вы не работаете потому что идите отдыхать было да было такое потому что у меня там полом было или мало энергии или что-то мы сказали стоп все до сюда дальше через три минимум недели три дня вот так вот нам давали то есть это должна быть гармония это не та работа стахановская которую ты взял и пошел махать киркой здесь ты имеешь дело с человеком с его душой и это очень ответственная опасная работа если подпускать таким вещам людей которые не умеют не знают что они делают они могут нанести очень серьезный ущерб как человеку так и его здоровью и всем тонким телам и так далее и так далее ну а если вы это хотите просто как для себя да как хобби или что-то одну хватит сама гипноза и можно и в паре работать но это можно заниматься ченнелингом как раз отвечая на все эти вопросы или что-то то есть и но час-полтора я не думаю что у вас будет такая реакция или намного больше находимся в трансе а если это именно опять же любопытство да да какое-то или интерес скажем так смотрите у нас что еще у нас по времени получается у меня утро то есть когда выхожу из транса у меня получается середина дня и мне вот это как-то еще но я балансирую еще немножко в трансе да если у вас вечер то есть вы спокойно идете спать после транса и вам наоборот может быть еще какие-то открывается потому что информация найдет всегда это даже может наоборот помочь и по мере развития больше информации таких страшных побочек нет сначала бы были было это год назад когда мы начали этим заниматься от вибрации и энергии которые мы начали получать каждый день например у меня наверно месяц дергался глаз звон в ушах был что-то то есть но это прошло это прошло пару месяцев с опытом то есть если ты продолжаешь этим заниматься ты привыкаешь к этим энергиям вот этот писк в ушах когда он идет регрессолога ли это значит я передается информация вот так вот она зашифрована в этом звуке и у тех у кого на есть можно принципе ментально попросить сделать ее потише и она будет тише действительно поступать а не будет мешать уже но это потому что это во первых высокий вибрации уже вас покинул потому что не справляются я очень рада была вас всех видеть будем дальше встречаться общаться с малыш подрастет я смогу больше хорошо за твое время и на связи я задам следующий вопрос поехали валентина спрашивают вопрос к владу и вере нас почистили от интерферентов на сегодняшний день а были ли до них другие как мы с ними справились сами я помню в детстве и юности были проблемы но у меня никак не справились они просто взяли ушли другие пришли поменялась осознанность интерферентов или у интерферента закончились свои интересы и он ушел то есть здесь никакой взаимосвязи нет или тем более кто был до этого это очень странный такой вопрос даже интерференты сами не знают кто-то них там был у нас есть мы детей грудные дети к ним подселяется в роддоме арахноид садится этот астральный паук на голову о чем мы говорим мы чистили ребенку 4 или 5 лет был у него 5 лет сидел на голове это этот паук и он орал постоянно никто ничего не мог понять и как он поймет никто его не видит а он уже в роддоме сидит они они или выгоняешь и бывает и понимаешь если у матери и тут опять от ситуации зависит если мать ответственно своего ребенка если мы говорим о детях то есть у нее есть возможность действительно осознанно и себя защитить и ребенка защитить заправляясь опять этими энергиями и так далее и так далее и так далее потому что с высокими частотами и вибрациями сущность не может в тебя войти ну скажем так случае с демоном там другая ситуация потому что если у тебя вибрации скажем 35 то в тебя может войти уже демон который 36 37 герц это достаточно высокий уровень как и тот и другой поэтому здесь нельзя это эту ситуацию рассматривать другими ситуациями я говорю так среднестатистически можно оставаться чистым но отвечая на конкретно заданный вопрос это зависит именно от вибрации от осознанности и от поведения реакции человека вот все поменялась реакция вырос интерференту стало не интересно потому что эта энергия не идет уже он не получает ее он ищет ее в другом неприятно там находиться ну было такой случай когда тоже там вопрос пункт кто-то задавал про чтение молитв я без один раз спросил он говорит ну ну отойду в сторону подожду 10 минут через 10 минут она забудет о чем она читала я опять войду говорю про реакции то есть поменялась реакция а прочитав молитву реакция не меняется то есть молитва почитал и отошел делаешь то же самое ты прочитала и забыл все ты думаешь ты сделал уже что-то там поставил свечку вышел начал дальше условно заниматься там своими делами и так далее уже забыв эту молитву она должна у тебя уже в голове кажется целый день находиться ты должен этим жить и вот это и есть твои мысли это и есть твоя осознанность исполняя ритуал в церкви прочитал молитву и поставить свечку не вложить туда вернее достаточной и энергии в этот эгрегор даже если ты много туда энергии вложил это ничего тебе в принципе не даст если ты выйдя из этой церкви забываешь содержание этой молитвы забываешь этот весь акт забываешь зачем ты туда ходил а человек в принципе так и устроен потому что люди боятся брать на себя ответственность понимаете как у нас одна клиентка писала я прочитала манифест а потом испугалась что нужно взять ответственность на себя оказывается все думают что их почистили и они пошли дальше чистые все откроются все дороги нет надо работать над собой мы открываем просто двери и показываем человеку вот сейчас ты чистый ты хочешь оставаться чистым посмотри послушайте ощущения этот прилив энергии все хорошее что тебя ты тебя после сеанса начинается ты должна регулярно над этим теперь работать поэтому мы сразу говорим мы отказываем и проверяем перед клей перед сеансом с кем мы имеем дело в том плане что мы задаем вопросы людям если кто-то говорит ну все начало рушиться там денег нету и так далее не знаю что нет жены и в этой ситуации принципе не могу понять причины чего он идет к нам интерференты всегда бьют первую очередь по здоровью то есть человек всегда испытывает какой-то недостаток энергии где-то идет отток энергии где-то идет резкая злости где-то идет побочные вот эти вот негативные чувства которые я говорю как раз поменяйте реакции на определенные события поэтому всегда задаем вопросы очень многим людям к сожалению отказами на по той простой причине что они не понимают этой взаимосвязи но вот еще не считает да они считают этот сеанс как исходить гадалки или там по шамань там или сделай так далее это совсем другое не того уровня целителю сходить но вот тоже хотел добавить что пишут ли тебе разные бывают до запросы хочу пройти чистку вот чтобы меня вылечили приходит что значит мне вылечили как ты видишь из наших последних вот видео где мы там в клинику к архангелу рафаилу ходили уже не в первый раз повторяется найдите причину этой болезни причина очень важно не зная причины вы не сможете вылечить болезнь болезни жены некоторые для того чтобы понять задуматься как только мы меняем что-то в нас мы меняя соответственно энергетику и вибрации свои меняем даже не зная не понимая об этом но поняв причину что не весь мир вокруг виновата виновата твоя реакция на этот мир или на определенные события мы растем мы перестаем жаловаться мы берем свою жизнь свои руки это то чем идет в манифесте и когда вера я читаю манифест и по моему я спрашиваю всегда вера как она прочитала манифест это очень важно есть говорит прочитала 2 очень хорошо прочитала 3 бывает она знает этот манифест уже вот так та которая просто прочитала на прочитала из любопытства она точно также через пять минут как с той молитвой выйдет из церкви и забудет ее понимаешь до этим идет речь это постоянная работа над собой двух словах кто хочет кто созрел вперед вам откроется новый мир но его нельзя делать сидя между стульями ты или решить там и крестика день или трусы наоборот ну и тут вопрос в чем я так понимаю в детстве могли быть одни интерференты когда человек подрастает его уровень осознанности растет и меняются интерференты те уходят другие приходят правильно ну был может такое быть вот так вот это выводишь конечно у него становится другая реакция опять же ситуация тоже семья да там идет влияние от родителей идет страхи какие-то у всех все по-разному то есть взрослее ребенок он меняется и его осознанность меняется его энергии его вибрации растут тоже понимаете то есть и соответственно кому-то некомфортно становится в этих телах уже кому-то просто не интересно зависимости от интерферентов я думаю мы ответили на этот вопрос да так следующий от виктории как после чистки квартиры офиса и офиса подольше удержать эти защитные энергии дома мы все чистку прошли кроме мужа тут скобочка х пишет тяжелый вариант но у нас всегда людно да и и в офис у нас всегда много разных людей приходит как подольше удержать эту защиту ведь люди разные приходят и товар часто привозят как оказалось с разными сущностями на ящиках в придачу устанавливаются фильтры по жилье можно установить кроме того регулярно жилье можно чистить собирать весь этот негатив как мы его собираем и скидывать его для этого надо все-таки чуть-чуть что-то уметь для этого не обязательно глубоко входить в состояние транса я например могу и в матрице работа 1 тоже я это я например чищу именно так свои дома своих близких самогипнозе всегда и чтобы я посоветовала первую очередь нужно конечно же развивать визуализацию да и с чего бы я начала энергия атмана вот заходишь открываешь свой офис запускаешь энергию атмана и она запускать и надо хотя бы хоть раз поэтому идите почувствовать взяться это первое с чего бы я начала визите визуализации но очищает в этом помещении от негатива и проговаривать наверное я очищаю свое пространство у нас ты должна свои намерения во первых как-то фиксировать обязательно на астральном плане то есть ты должна вели мысль сказать или злину тебя сильно но обычно словами намного лучше это получается вложить туда всю свою энергию решительность потому что от этой решительности и намерения твоего и зависит результат поэтому иногда жестче разговариваю с некоторыми для того чтобы не прочувствовали это намерение на это не значит что на них злой посыл дать такой посыл сильный и покажи кто ты чувствовали да скажешь ты здесь хозяин это твое все понимаешь и ты имеешь право здесь находиться они все нет для этого надо сделать есть техники но лучше всего я же верю устанавливается на входные двери фильтра можно восстановить которые фиксируют полностью весь негатив люди безусловно будут выходить приходить с негативом ты ничего не сделаешь тогда надо просто научиться чистить квартиру регулярно это и нужно делать правильно чистить периодически для нас это пару минут дела собрать всю энергию со всего помещения посмотреть как этот шар сформировался и скинуть его но дело в том что кроме этой энергетики еще находится сущность которых она не видит здесь проблема начинает но тут был вопрос что после чистки то есть пространство правильно значит а если ему почистили эту квартиру там сущности уже не выжил по-любому то есть и они у нас был такой случай мы чистили дом и был гараж в этом доме а мы его не почистили а там жил демон дракон жил до машине машина машина машине он был да она стояла перед домом и дом чистый и вот три ночи подряд в течение недели три ночи неделя прошла начал кто-то сильно по ночам стучать причем камеры работает никого нет человек там шоке был замешательстве мы опять посмотрели квартиру выскочил тот дракон на он уже говорит я уже наполовину похудел я ведь не могу выйти отсюда те квартиры которые мы чистим в них не войти и не выйти в этом ты проблема пробивается нашей защиты одним единственным методом я говорю сразу если кто-то в квартире не чищены если в этом человеке остался демон это демон будет до такой степени реагировать чтобы у этого человека постоянно испытывались негативные какие-то эмоции чтобы он скандалы делал это энергия как раз он изнутри и разрешит разрушает защиту только своим намерением можно пробить нашу защиту изнутри или очень высокими космическими цивилизациями но у нормального человека таких случаев очень мало бывает чистить квартиру выставлять над ней определенные вибрации определенного цвета устанавливать фильтры и каждый день на энергетическом плане в астральном мире представлять квартиру и вытеснять из нее весь негатив заполняя энергию как я рассказал атмана эта энергия для космических например смертельно они очень любят вот ну а демон например по барабану такая энергия для него своей существует какого она цвета это энергия атмана я вижу как я вижу белое голубое как излучающая из одного центра вера подвисла как вера бела голубая да но светлая с ядром внутри из которого идут вот как от солнца идут вы как лучи для вот так видится но белым цветом она понятно хорошо следующий вопрос во время недавнего сеанса чистки с матушкой василицы для лечения был использован поток положительно заряженных частиц на здоровье на восстановление ее здоровья можно ли использовать его для лечения мамы и других людей архангел давал михаил если архангел михаил дал эту энергии то эта энергия настроена только на чистоту матушки василиса и для ее конкретного случая то есть лекарство гипертонии она не помогает при боли ног я так говорю чистот много у нее своя чистота под ней специальная чистота и специальная энергия поэтому нельзя хватать все слова которые мы говорим они всегда и тут какой-то определенной ситуации и это всегда какой-то инструмент который мы используем и этот инструмент был для матушки василис для других мы используем другие инструменты и в основном подсказывает нам таких случаях идет информация или от под куратора этого человека или от наших наставников и учителей что применять и как применять да поняла вопрос такой следующий здравствуйте влада вера есть много роликов о душах сплеят ангельских душах арктурианских у них особые энергии им кураторы и учителя подробно рассказывают как работать с их энергиями ловлю каждое слово можете рассказать о земных душах может я не нашла но знаю только то что было в моей чистке очень прошу расскажите больше о земных мы уже рассказывали в самом начале по нашей сегодня передачи что все души в принципе равны и где бы она не родилась откуда бы она ни была в ангельском мире или она родилась на земле или на плеядах или на рактуре просто у каждой планеты и у каждой цивилизации есть как бы свои фишки точно такие фишки есть и у земли у земли это например чтобы понять надо уметь коммуницировать землей надо уметь заземляться надо уметь брать энергии из земли для земных душ это очень важно земные энергии но также вот как мы недавно узнали точно так важный для первородных душ который как раз на землю посылается для того чтобы пропускать и давать земле кита определенные энергии между космосом и землю я бы так сказал вера хочет добавить что-то но все правильно я тоже коротко замечу что для земных душ это заземление землей мир к обо все таки важно чтобы и манифест энергии земли и космоса они могли гармонизироваться между собой через мир к обо так слева есть на канале видео где мы объясняем что такое меркаба как заряжаться какие выставлять как это все все у нас есть смотрите развивайтесь да может простой человек сам определить что в его биополе находятся подселенцы если да то по каким критериям ведь болезни бывают кармические не только от интерферентов я немножко удивлен вопросом потому что а кто ж те кто к нам приходит даже эти то и люди они что знают что с ними что-то не в порядке ну да вот как это чувство ты его ни с чем не перепутаешь просто ни с чем ольга ты на себе можешь на своем сеансе и так далее сравните потому что тех кто имеет демона они будут иметь какие-то определенные низкие вибрации и бросаться на людей быть постоянно то есть какие-то посылы уже будут если у тебя не проходит мигрень ни одно лекарство не попадает с вероятностью скажем 80 90 процентов тебя на голове сидит арахноид который тебя проткнул своими лапами это до этого мигрени кто не ничего не не сможет убрать ни одно лекарство если тебя постоянно идет какой-то холод из живота или ниже или выше это все обозначает это но это предпосылки понимаешь это как будут реакции но обычно человек который видит демона он его ни с кем не перепутать у нас недавно был сеанс здесь вся семья помнишь видела демона вера всем он показывался и он сразу сам объявил что это ябл это я это я всем показывал зачем чтобы испугать их испугал собрал энергию наелся понятно ну и сны видят плохие вот но какие же будут сны в квартире если у тебя там шесть порталов какие у него не с 3 до 4 утра приходят всегда эти порталы очень активные они круглосуточно открыты и вот он вышел человек чисто у него прыгнул и вот до сеанса например у людей помутнение в голове после сеанса они говорят прояснилось прояснилось в голове прилив энергии при прилив сил меня прет не знаю куда деть энергию потому что ничего твою энергию не крадет представь себе спрут он сидит на голове тоже частенечко и вот он блокирует тебе фиолетовый канал энергии то есть он доходит до сюда дальше уже это струйка маленькая он забирает все себе все что тебе принадлежит он забирает себе точно так здесь у тебя уже находится к примеру зеленая энергия сердечной чакры здесь обосновался рептилоид с грэми который тебя узенькую полосочку от этой энергии остается он доходит до сюда и следующая досюда но не через есть твои все твое тело потом опять куча факторов понимаешь опять сброс энергии здесь очень здесь так не ответишь одним ответом я думаю так как я сказал еще ну хочу чтобы ты добавил что вот после сеанса ну когда вот человек вы наполняете его энергии заправляете во время сеанса перо для него вот это состояние новое да вот он весь наполнен энергией он хочет что-то делать потом он как шарик сдувается то есть ну мы вы в каждом втором третьем сеансе рассказываете что нужно заправляться нужно оставить защиту нужно читать манифест нужно скидывать негативную энергию в воронку то есть хочу чтобы вы напомнили что человек просто не работал после сеанса потому что всегда после каждого сеанса обязательно заправляете с регулярной энергиями сбрасывайте негатив как вам показали в этом видео ставьте мерка бу как мы показали вам если ты думаешь ты накачался на всю жизнь тебе это хватит это одно из самых глуп больших заблуждений это большая глупость ты должен работать над этим и когда-то дойдет до такого состояния что тебе все меньше и меньше и меньше надо будет тратить свое времени на выставление этих защит потому что они вас а автоматически уже будут у тебя вы стану установлены это все развивается понимаешь это наполнение энергии вначале у нас сфера это занимало но несколько минут сейчас уже секунды идут то есть она все в зависимости от твоего развития развивается твои способности из ничего ничего не бывает я так скажу я пришел к нам мы этот шарик надули он безусловно когда-то сдуется но когда он сдуется плохо то что это увидят этой интерференты понимаешь и они опять тебя видят чистого с хорошими энергиями вибрациями и сразу начнут тебе их понижать вселившись тебя поэтому необходимость защищать себя и заполнять энергии заполнять себя энергиями я бы добавила еще про энергии которые уже внутри тебя которые родные про которые мы тоже почти в каждом сеансе говорим то есть если у вас есть сомнения в энергии которыми вы заполняетесь до чистая и ниоткуда они идут то есть есть люди как я например которым очень важно понимать откуда идут энергии до доверять им но если есть какие-то сомнения и вы не знаете и вы постоянно задаете себе вопросы эти помните что у вас внутри вас есть энергии которым вы доверяете уже которые ваши родные вот развивайте их развивайте этот стержень расширяйте его интерференты будут видеть это они многие понимая что вы знаете себя что вы знаете что у вас есть сила воли да и то есть они не будут приближаться к вам потому что они в этом случае также четко понимают что они нарушают свободу воли вашей ну вот как влад всегда говорит включаем свет внутри себя до включаем этот свет и расширяем визуализируем вот это расширение света изнутри идет правильно вот так до что она ангельская что она там с плеято когда она знает откуда она да и также и куратор объясняет пройти энергии внутренней как с ними работать у кого-то это спираль у кого-то это стержень у кого-то это волны кто-то через чакры проносит свою энергию понимаете у всех по-разному но это все объясняется конкретному человеку на его конкретной энергии поэтому не забывайте про свои внутренние силы вот это я хотела сказать да обязательно но в принципе мы на все вопросы ответили которые запланировали если хотите может что-то добавить ну добавить мы хотим в принципе есть там пару каких-то новостей если хотите конечно школа будет да мы пока делаем уже начиная начали работать над нашим концептом и школа будет будет два курса один для людей которые хотят себя очистить заправляться энергиями сами себя защищать и второй курс будет для тех кто хочет этим профессионально заниматься то есть не для праздного любопытства научиться чему-то и так далее именно работать в этой специально работая в паре с липер гипнолог или гипнолог слипер на курсах будет меняться гипнолог будет один другой будет слипером парк потом пары будут меняться и так далее это все мы будем рассказывать и показывать когда этот этап будет пройден у человека мы уже тогда переходим к определенным техникам сначала чистки себя потом чистки других для этого надо очень много знать надо знать о сущностях а их мирах и самое важное что я хотел сказать что те которые захотят учиться на гипнолога слипера эти люди должны быть мужественны потому что вы должны понимать что то что вы увидите она не всегда приятно и красиво когда перед вами стоит огромный демон и так далее но вы должны понимать что вы сильнее его и знать почему вы сильнее его точно так же когда на тебя там дракон бросается и так далее и так далее то есть не падать в состоянии шока а реагировать у нас нет планов работы как таково у нас есть определенные пункты между ними идет в зависимости от ситуации работы то есть я не могу эту схему который я применял с одним клиентом применять на на другого клиента это все мы школе будем индивидуально рассказывать да и всяком случае единственное что мы сказать у нас знание будет действительно уникальные которые мы регулярно ежедневно своей работе используем и результат нашей работы вы видите около 600 видео по около 600 сеансов провели за один год может больше мы их не считаем в принципе но все что мы делаем это опять-таки набирать опыт каждый сеанс это для нас опыт мы уже не те которые мы год назад были через год мы будем не те которые сейчас то есть все мы развиваемся и я просто хотел сказать те которые захотят прийти учиться на гипнолога если про не должны отдавать себе отчет что это не игрушки то есть ты не можешь видя перед собой демоном демона сказать они ты знаешь я наверно передумал это наверно не для меня вот это все делаю идти потому что демон уже никуда не уйдет и так далее так далее это не самое это не страшно но надо просто отдавать ответственность поэтому мы не хотим чтобы там люди из любопытства приходили а именно те кто чувствует себе призвание идти дальше и работать в этой специальности помогая другим людям а это можете сделать когда у тебя будет огромный багаж знаний поэтому мы формировал форм будем формировать эти группы самым лучшим группам мы дадим возможность получить своего куратора они получат куратора который будет приходить к ним отвечать на все их вопросы из высших светлых силу и будет смотреть за их развитием как у нас есть свои кураторы такие этим людям будут даны кураторы куратор очень много нам помог нашем развитии объясняя необходимость проверки регулярной проверки все что ты видишь постарались и выглядеть немножко по-другому ты можешь разговаривать с девушкой а если тебя проверишь он превратится в димона тебе очень трудно будет понять ну вот так вот это все идет поэтому только мужественные люди уверенные это не страшное дело посмотрите на верочку она одна справляется с этими дима я просто это все будет постепенно это не свалит безусловно это не будет постепенно за я просто хочу у людей отбить иллюзию что понимаешь что это вот все через месяц все будет совсем по-другому даже если вы эти знания получите их надо практиковать только ваш личный опыт является результатом успеха плюс знания а вот сегодня был еще такой вопрос у нас просто уже есть там много желающих которые хотят идти на обучение и был такой вопрос нужно ли будет уходить с основной работы с основного вида деятельности если ты уже свяжешь свою жизнь с гипнозом с регрессивным будешь или гипнологом или слипером конечно две фирмы свои и она отлично справляется со всеми своими делами если заниматься этим ежедневно то соответственно должна быть другая мотивация и так далее так далее то есть я не думаю что кто-то кто-то сразу начнет на резко бросать резко бросать и так далее во первых даже вам надо опыт набирать нашим даже от вера сейчас тоже своя работа есть она и одну успевает и другую делать и одно другому не мешает все я не считаю что это правильно каждый человек должен сам смотреть поймите еще раз говорю что все приходит постепенно да кто-то еще после школы будет меняться парами общаться и понимаете у кого вы по времени как подстраиваться будет у кого-то уже сформируется прямо на занятиях пара то есть это все настолько индивидуально да это время которое вы можете посвящать этому здесь нет такого у всех по-разному кто-то только этим заниматься будет у кого-то и на сегодняшний день нечем заниматься понимаете кто-то это будет совмещать это индивидуально здесь конечно не надо ничего оставлять насколько это войдет вашу жизнь насколько будет прогресс это от вас зависит то ваши они здесь никто не гонит и не заставляет практика покажет да конечно конечно как 1 демона своего вы видите человек вам скажет на следующий день ты знаешь это у меня более вот эти прошли от этого больше нет посмотрите как вы сами своих глазах поднимитесь это даст вам такой толчок обычно начинает с чистки своих знакомых друзей на обязательно с их согласия так и должно быть а вот и так собирает опыт так набирает опыт хроники акаши да нам не надо например сферы уже не надо ходить но до хроники акаши места места силы и куча остальных вещей что прошлой жизни высшая и много других интересных вещей например сферы сейчас не надо ходить в хроники мы выставляем экран и просто нам эта информация уже идет через экран можем туда пойти то есть очень много возможностей применений можно ситуации посмотреть очень много для себя даже да вот с собой поработать уже много будет расскажу это до такой степени интересно что это может быть самое интересное что это своей жизни вообще видели если вы почувствуете как это все пойдет увидите как это все работает как мир устроен какие есть паразиты как их убирать и что вы их сильнее то это безусловно и для вашего развития даст очень хорошие а нужно будет сразу определиться в какую-то группу или можно начать например самогипноза группы а потом перейти в более серьезную группу там слипер и гипноз условно безусловно гипнолог будет и сама гипноз тоже то есть это все с этого будет начинаться просто слипер гипно лога не пойдут дальше на то есть там уже работа базовые базовые данные базовые знания там человек возьмет то что он хочет для себя а дальше если он хочет развиваться хорошо когда будет более подробная информация об этом о школе ближе мы планируем к началу лета и там как пойдет мы сообщим заранее постараемся за месяц уже спланировать все и за месяц до начала занятий постараемся сделать анонс уже там любопытное они все хотят знать изучать поэтому такой вопрос был еще может как-то за это время им подготовиться ну то есть может что-то почитать посмотреть чтобы быть более подготовленными школе знаете любая информация поможет даже если она не правильная скажем там неправдивая или какая-то как плоская земля нереальная скажем тогда то есть любая информация поможет это ваш багаж это тоже что вы сможете анализировать и сравнивать специальной какой-то подготовки то есть ребята которые спрашивают они уже на этом пути поэтому специально какой-то подготовки нет а саморазвитие и какой-то информация навсегда полезно кто владеет информацией тот владеет ситуация как вы знаете поэтому развитие визуализации и самое главное это для тех кто пойдет работать или учиться это хорошие наушники это самое главное маски наушники какие маски а это да я думал эти маски это визуализация что ты имеешь ввиду визуализацию развивать то есть визуализация это например когда ты закрытыми глазами можешь встать и пойти в соседнюю комнату и посмотреть что там находится это так конечная цель или посмотреть прибей предмет со всех сторон или представить себе яблоко и почувствовать ее вкус или этот лимон вот так вот он все развивается потому что на этих мыслеформах и базируется в принципе наша работа то что я говорю это это сразу материализуется и вера видит это на астральном плане а это как раз и вложена вот эта техника визуализации те что я говорю каждое свое слово я его вижу я говорю там энергия идет в ногу я представляю себя в этот момент как энергия идет в ногу каждое буквальное слово которое я читаю это все каждое себе представляю это трудно но тогда фраза получается у тебя наполненная очень сильной энергией медитация безусловно поможет но я еще там один вопрос вспомнила я еще пару медитации таких как у джуди спен заслышал интересно есть такие спокойные медитации где с таким фоном можно выйти я попробовал да легко выходить но мы я скажу сразу мы работаем без музыки на музыка не нужно для медитации мы работаем чисто на собственных сухих командах которые мы сами себе даем там был вопрос один такой от алены что вот мы ходим в кино в театр приходим домой и мы эти картинки в голове помним да что там было а почему вот после сеанса когда нас поднимают в комнату диагностики нашу тонкую копию почему мы этого не помним здесь можно объясню давай это с фотографиями то есть когда ты смотришь на фотографии да на чью-то на свою прошлое да ты помнишь этот момент ты помнишь что то там чувствовал то есть ты не смотришь на нее какая я была там красивая молодая или что то ты помнишь момент да вот здесь мы фотографируемся но мы вот с этим человеком поругались в этот момент да или вот как классно мы отдыхали на природе я помню вот это чувство радости которая компания да мы собрались то есть вы помните чувство также фильм эти остаются эти чувства но чувство это то что мы получаем на земле правильно они остаются на земле а тонкая копия это то что как раз мы очищаем все эти тела и поэтому у вас там нет памяти да то есть поэтому эти все тела возвращая биоробот то есть они не связаны с как раз вот этим вот чувствами тем что мы получаем на земле то есть по сути мы это достаем тонкие тела которые включают себя душу до днк которую мы возвращаем что-то такое вот мы и синхронизируем тонкое тело с физическим биороботом и эти все энергии которые мы заправили далее очистились тонкого тела они переходят на физический план в момент соединения человека но память о этой встрече он не может иметь во всяком случае еще не мы нам писали что чувствовали когда мы работали и так далее ли видели там во сне но память то что происходило в этом плане она там не присутствует однако же эти знания все разговоры которые ведет например тонкая копия со своим куратором они откладываются все равно в человеке они все равно жить после этого нормально и он начинает идти дальше понимаете какой то толчок это дает все равно но не так ясно как ты чувствуешь это на земле и назад за чувствами ты пришел на землю да это надо здесь совсем другая категория чувств и так далее в астрале и поэтому здесь нельзя сравнивать и ставить параллели с земной мы тоже не видим все как там в астрале и расплывчато слегка еще понимаешь не так четко как я тебя например вижу и так далее кроме того что в астрале видишь это еще может быть совсем не то что ты видишь надо тоже уметь проверять об этом 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 об этом